всем огромный привет и сегодня видео о покупках одежды и так первое чего хочу начать это с того что сейчас надета на мне это вот такая вот я не знаю курточка кофточка как это назвать она очень тоненькая приятная это как раз таки вещь которую можно носить летом когда прохладно у нас такое лето что честно говоря особой жары нет прошлый лет было совершенно ужасно и поэтому я готовлюсь к тому что если что можно было что-то сверху накинуть то есть вы можете ходить футболках и вечером допустим когда прохладно накидывайте вот эту вот вещичку и все супер вам комфортно и тепло эту вещь я заказала у своих знакомых как я уже говорила spb.instyle instagram также у них есть группа вконтакте и девчонки уже начали спрашивать по поводу ассортимента честно говоря у них не так много фотографий и вконтакте в инстаграме просто они не скидывают какие-то сайты где я смотрю ищу что-то выбираю для себя можете им написать допустим и попросить что-то подобное подобрать прислать им какие-то фотографии или просто как я хочу там какие-то кожаные там лосина допустим на которые модно я хочу там еще что-то они уже подберут все что вам нужно может быть не только одежда может быть какие-то не знаю электроник или еще что-то в общем не суть сначала когда она ко мне пришла я не совсем ее поняла но потом я подзакатала рукава и поняла что это такой более стиль свободные легкие ежедневные, повседневные, выходного дня, то есть кеды, джинсы, шорты джинсовые, вот эта вот курчка, в общем, она классная, мне правда очень-очень понравилась, такая вот свободного такого стиля, классная. Вторая вещичка, которая у меня сейчас в руках, это блузка, которая многим из вас очень понравилась, и она, кстати, висит у них на сайте, я попросила, чтобы они выложили, потому что уже не одна девчонка спрашивала, и я решила, лучше пусть они выложат, чтобы никаких вопросов не было. В общем, это классная, просто невероятно комфортная, приятная к телу блузка, с укороченными такими рукавами, видите, как у нее пошив какой сделан, здесь вот кружева, спереди кружева, и сзади тоже все в кружевах, она удлиненная, то есть спереди короче, сзади длиннее, я перед обычно заправляю там в джинсы, и сзади вот так вот, либо можно здесь завязать спереди, то есть способов, как носить вот эту вот блузку, их просто очень-очень много, я не очень разбираюсь в тканях, сразу скажу, из чего конкретно сделана эта блузка, но она правда очень приятная, вы идете, и прям вот у вас все проветривается, особенно когда жарко, и вам хочется при этом как-то выглядеть более, я не знаю, сдержанно, и одеть именно какую-то блузку, то это идеальный вариант, и на самом деле она смотрится просто шикарно, я ни капельки не жалею, что ее заказала, как она выглядит на фотографиях, так же она выглядит и вживую. Вторая блузка, которую я вам сейчас покажу, это тоже белая блузка, вот такая вот клевая, и она тоже очень приятная, такое ощущение, что там какой-то есть шелк внутри, или подкладка шелковая, или что-то такое, в общем красивые пуговички, такие бусинки, сверху опять-таки идет вышивка, и вообще вся она такая вот ажурная, она не прозрачная, то есть внутри есть подкладка, ну может быть совсем чуть-чуть будет просвечивать нижнее белье, но в целом она не прозрачная, и она правда очень-очень комфортная, хорошо сидит по фигуре, прям по телу, немножко так облегает, сразу скажу, что эта блузка не тянется, ну так совсем чуть-чуть тянется, поэтому с размером я, кстати, угадала, у меня это, по-моему, размер L, ну вы знаете, у них все немножко маломерки идут размеры, в Китае, в Гонконге, в общем, да, а кстати, это, по-моему, корейская вещь, если я не ошибаюсь. Следующие две вещи, которые я вам тоже решила показать, просто сейчас многие скажут, что уже не сезон, но на самом деле вчера у нас было плюс 14, был холод, был дождь, и эти вещи все еще актуальны. Это, конечно же, шляпы, у меня их целых две, коричневая шляпа у меня из H&M, ну такая вот бежевая, да, и вот эта шляпа у меня из китайского сайта, ну то есть из PBN Style, но она немножко еще мятая, потому что еще не подвыпрямилась, то есть ее нужно будет, я не знаю, помыть или постирать, или как, или на что-то надеть, да, чтобы она стала более прямая, ровная. В общем, это шляпки, мне нравятся шляпы, мне очень идут шляпы, конечно, здесь она все еще немножко мятая, но в общем, я ее подвыпрямлю, и будет все супер. Конечно, этот бантик лучше носить где-нибудь сбоку или вообще сзади. Это такого цвета более винного, почему-то она какого-то странного цвета на камере, на самом деле это такой винный, темно-винный цвет, и вот такая вот бежевая шляпка, которую я купила в H&M, здесь уже поля побольше, и она, ну вот конкретно именно по цветотипу, очень хорошо мне сейчас подходит к вот такого цвета волосам, она классная, вы ее могли видеть где-то у меня уже в фотках в Инстаграме, и, кстати, в Перископ я выходила в этой шляпе, она тоже классная. Разница в этих шляпах в том, что вот эта более плотная, это, наверное, как раз-таки вот сейчас такую шляпу не особо поносишь, в ней будет жарко. Вот эта шляпа более тонкая, ее как раз-таки сейчас можно носить, когда холодно, плюс 12, плюс 14, вот ради бога носить, нормально, не обязательно одевать какое-то пальто или какую-то такую, даже с тяжелой верхнюю одежду, можно просто носить какой-нибудь, не знаю, кардиган, и также одеть шляпку, и все будет классно. Шляпки это тренд, и я одеваю их не потому, что это тренд, но просто мне идут шляпы, и мне на самом деле просто нравится носить шляпу. Кстати, по поводу шляп хочу сказать отдельное слово. Дело в том, что многие боятся носить шляпы, потому что на них сразу обращают внимание. Я сама заметила, что когда я хожу в шляпе, то все сразу на меня пялятся, просто настолько пристально, и я так еще иду, иногда придерживаю шляпу, потому что у нас ветра, она еще может улететь. Поэтому постоянно люди на вас смотрят, и вы привлекаете к себе внимание, безусловно, этим. Но мне, честно говоря, это нравится. Поэтому, девчонки, если вы хотите носить шляпу, одевайте, просто идите. Вы привыкнете к этому вниманию, и будете воспринимать это, что вы шикарная женщина, идете в шляпе. Сегодня я буду вам показывать перемешку из разных магазинов. Итак, следующий комплект, который уже более теплый, который, наверное, сейчас уже я не буду носить, но просто девчонки спрашивали у меня в инстаграме, и, по-моему, даже видео, было видео про итальянцев. И я там была в таком костюмчике, который вот такой вот, да, я его заказывала в группе в инстаграме. Я ссылочку внизу попробую найти, вспомнить, где я его все-таки заказывала. Это вот такая вот кофточка, чуть укороченная, с длинными рукавами, то есть в клетку, и суперкороткая такая вот юбка, поэтому в этой юбке надо быть очень аккуратными, особо, честно говоря, не наклоняться, не нагинаться, потому что она реально очень короткая, и с ней нужны все-таки более плотные колготки, потому что, ну, мне так, я так себя лично чувствую комфортнее. Вот, в общем, вот такой вот костюмчик, он, правда, смотрится очень прикольно. Я оставлю где-нибудь здесь фотографию, где в этом костюмчике, еще раз повторюсь, юбка короткая, она такая вот, как солнышко. Следующая кофточка, которая горячо мною любимая, которая тоже из группы SPB & Style, это вот такая вот черненькая, с вот такой вот вышивкой. Нет, даже не вышивкой, вот эта кружева, и здесь приклеены вот такие вот, не знаю, стразики, наверное, да, и на рукавах тоже сделаны вот такие вот аппликации, я бы даже назвала, если честно. Единственный минус у этой кофты в том, что вот эти вот, так скажем, стразики, они периодически отваливаются, то есть каждый раз, когда я ее одеваю, чувствую, что где-то что-то упало. А так, в целом, она очень классная, просто вот такая вот кофточка, она тоже стрейчевая, вот тянущаяся, у нее сделана такая, ну, она как вермишелька, да, мне очень понравилась. Они есть, кстати, в разных цветах, может быть, в следующий раз, в следующей посылке, я закажу себе еще такого телесного, ну, такого нюдового оттенка, там есть кофточка, тоже классная. И заказала себе, это уже вторые вот такие вот под кожу лосины, но это, конечно же, не кожа, это дермантин, они очень тонкие, в них не потеете, и единственное, что вот эти я уже заказала с высокой посадкой, видите, прям посадка очень-очень высокая, прям вот до талии, до сюда доходит, они классные, они хорошо тянутся, хорошо облегают, у меня вообще к ним никаких нареканий нет, это тоже из ПБ Инстайл. Простите, если сзади будут какие-то звуки, там какая-то машина приехала, что-то там забирает. В общем, еще покажу вам один костюмчик, который я буду носить уже тоже осенью, либо когда будет совсем холодно, хотя у нас и летом бывает очень холодно, поэтому, в принципе, его можно носить. Это вот такая вот юбка, и также идет вот такой вот пиджачок. Почему я говорю, что можно будет носить? Потому что он, этот костюм из совершенно нетеплой ткани, такой достаточно тонкой. Так, давайте я на вешалку одену вам пиджачок, чтобы было видно. Здесь даже у меня еще висят бирки, потому что я еще ни разу никуда не одевала. Вот такой вот пиджачок, он очень классный, здесь какая-то переливающаяся такая вот есть нитка, какие-то есть, не знаю, бусинки, что-то такое, в общем, какого-то непонятного такого вот цвета, то есть там и розовый, и серый, и черный, и синий, и, в общем, вот. И какие-то пайетки даже есть. Вот такой вот пиджачок, он вот здесь вот закрывается вот на клепочку, здесь такие вот есть как будто кармашки. Ну и одного цвета вот такая уже вот юбка. Мне он понравился, как смотрелся на фотографии у девочки, я постараюсь где-нибудь здесь ставить фотографию модели, на которой сидел этот костюм. Они тоже, по-моему, там этот костюм есть в разных двух цветах, это тоже SPB InStyle. В общем, сегодня будет очень много SPB InStyle, потому что я заказала у них огромную посылку. Я уже говорила в предыдущем каком-то своем видео, по-моему, о фаворитах. И ко мне еще едет очередная посылка, но там уже в основном всякие, всякая обувь, кроссовки и так далее. Итак, и покажу вам еще тут два кардигана, которые я себе заказала. Первый кардиган, который я сейчас покажу, я от него просто в восторге. Он оказался просто какого-то сногсшибательного, невероятного качества. Это вот такой вот длинненький кардиганчик без кармашков, без всего. Кардиган идет у них тоже в разных цветах, но я решила взять такой розовенький, освежающий, нежный такой цвет и серый внизу. И вы не представляете, какой он мягкий. Он настолько мягкий, приятный к телу, что просто я готова его трогать постоянно. Приятно прикасаться. Это вы знаете, этот материал даже похож на кашемир. Вот очень-очень похож. Я даже не удивлюсь, если это действительно кашемир. И он, по-моему, стоил вообще совсем недорого, какие-то там копейки. Но он невероятно крутого качества. Он ни на что не застегивается. Можете какую-нибудь брошечку сюда придумать, если вы хотите. Или можно поясок. Но мне нравится даже просто так его носить. Жалко, честно говоря, одевать какую-то брошку или что-то, потому что очень классное качество. И жалко просто портить такую вещь. Он очень-очень крутой. И я заказала себе фантастически крутые ботинки. Вот такие вот звездочки. Сразу скажу, что размер у них маломерят, поэтому нужно заказывать на размер больше. Вот такая вот у них подошва ребристая. Сейчас модно такая подошва. Переливаются такие какие-то космические просто ботинки. На шнуровке идут. И они очень-очень легкие. Вы знаете, такое ощущение, что они какие-то мягкие. То есть внутри вот эта вот подошва, или как это, стелька, да, она сделана из чего-то такого мягкого, что вы ступаете и просто как будто бы по облакам ходите. Очень-очень мягкий материал. Легкие. Здесь они все, в общем, прошиты. Что меня еще прельщает, что в этих ботинках я буду одна ходить. Ну, то есть такие ботинки я еще ни у кого никогда не видела. И вообще не видела, чтобы кто-то их продавал. И я заказала себе на лето кроссовки. Ой, я чувствую, что кроссовок очень много заказала, потому что в следующие посылки у меня еще едут кроссовки. В общем, это вот такие. С розовой подошвой. С ярко-розовой подошвой. Они серо-белые такие. На толстой подошве, как видно. Это никакой не бренд. No name. Ну, соответственно, и цена у них соответствующая. Просто вот такие вот, по-моему, это корейская фирма какая-то. Корейский вообще производитель. У меня это 38 размер. С учетом того, что я ношу где-то 30... Ну, в принципе, да, кроссовки я ношу 38. Они не маломерят. Они идут размером в размер. И они тоже очень-очень мягкие. Они, я бы не сказала, что прям сильно легкие. Ну, такой, наверное, средний вес, в принципе. Но они тоже мягкие. В них очень удобно. Здесь не сеточка, ничего. Поэтому, в принципе, если будет очень-очень жарко, то, возможно, нога все-таки будет потеть. Но они очень крутые. И это яркая розовая подошва. Невероятно. Я думаю, что летом щеголять в них вообще будет только одно удовольствие. Ну, у меня две пары очков. Одни очки я вам уже показывала в видео о фаворитах. Фавориты мои весны. Это вот эти вот очки с беленькой. Не с беленькой, а с такой вот золотистой оправой. Я их очень люблю. Давайте я вам еще раз их покажу. Вот такие вот они классные. И они с защитой, с оэ-фильтром. То есть это не просто китайские, еще раз повторюсь, не просто китайские какие-то стекла. Я об этом говорила уже в видео о своих фаворитах. То есть они действительно идут с защитой от солнца. Классные такие. Но это более сдержанный, так скажем, такой стиль. И вторые очки, во-первых, скажу, что они идут все в чехле. То есть меня тоже очень порадовало. Обычно китайские какие-нибудь очки приходят, просто приходят. А здесь такой достаточно хороший чехол. И он твердый. Вторые очки вот такие вот цветные. И здесь идет уже зелененькая вот такая вот оправа. Они тоже очень классные. Тоже с защитой, оэ-фильтром. На лето, мне кажется, можно иметь кучу разных очков, разных форм, разного цвета вообще. Чтобы, ну не знаю, как-то вот мне нравится экспериментировать с очками. Ну и последнее на сегодня из аксессуаров. Покажу вам свои вот эти вот ободочки. Недавно видео снимала вот с этим вот ободочком. Вам оно очень понравилось. Я сама в восторге. Это, конечно, такие достаточно увесистые ободочки. И крупные-крупные камни. Очень красиво смотрятся. Прям вот просто вау-вау. И вообще очень качественно сделано. Посмотрите, большие маленькие камушки. И второй ободочек я заказала уже вот синими камнями. Темно-темно-синие камушки. Тоже очень красиво смотрятся. Я не знаю, давайте я попробую на себя вот так вот надеть. То есть очень крупные камни. Это сразу заметно. И можно тоже сделать какую-нибудь красивую прическу. Даже вот с таким вот хвостом. Здесь так вот объемненько. И вот такой вот ободочек, мне кажется, очень красиво смотрится. Ободки я вообще в восторге. Я, наверное, посмотрю. У них еще что-нибудь буду заказывать. Ой-ой-ой. Буду закажу еще какие-нибудь ободочки. Потому что там просто огромнейший выбор аксессуаров различных. Браслетиков, ободков, на голову различных примочек. Это вообще просто нереально. Я, конечно, подзависаю у них там на сайте, который они мне скидывают, где что можно посмотреть и заказать. Все мои покупки одежды и обуви. В основном все такое межсезонное. Что можно носить будет и летом, и весной, и начало осени. Потому что еще непонятно, какое будет лето. То есть сейчас в самый раз носить все то, что я вам сегодня показала. Потому что погода меняется постоянно. То жара, то реально плюс 12, плюс 14. Это очень холодно. Вот. Так что летние покупки, я думаю, будут уже летом. Я думаю, в июне вы увидите мое новое видео о покупках. На сегодня это все. Пишите ваши комментарии внизу. И также, как я сказала, все контакты на SPB InStyle я также оставлю внизу. Группа ВКонтакте и в Инстаграме, если вдруг вас что-то заинтересовало. Ну и всех вас очень сильно люблю и целую. И пока-пока.